МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа новости в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. 19 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмму Мали Рахмон, для сдачи в эксплуатацию и заложения камня фундамент строительства ряда объектов самого различного назначения и ознакомления ситуации в сельхозсфере с рабочей поездкой прибыл в Горно-Бадахшанскую автономную область. Рабочая поездка лидера нации началась с Дарвазского района. 19 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмму Мали Рахмон, для сдачи в эксплуатацию и заложения камня фундамент строительства ряда объектов различного назначения и ознакомления с ситуацией в сельскохозяйственной сфере с рабочей поездкой прибыл в Горно-Бадахшанскую автономную область. Рабочая поездка лидера нации началась с Дарвазского района. Во временном аэропорту селения Вишхар в Дарвазского района главу государства тепло встретили руководители и активисты области. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмму Мали Рахмон, в селении Вишхар вначале сдал в эксплуатацию предприятие Корон-Кальцит. Лидер нации ознакомился с производственными линиями и рабочими возможностями и провел встречу с его работниками. Главу государства проинформировали о том, что Корон-Кальцит имеет возможность ежегодно производить 100 тысяч тонн продукции. Предприятие осуществляет деятельность на основе местного сырья. Оно создано вблизи крупного месторождения беломраморного камня, из которого производится микрокальцит. На предприятии имеются четыре производственные линии и производятся различные виды микрокальцита. На вновь созданном предприятии с использованием современных рабочих технологий налажено производство микрокальцита от 2 до 500 микрон. Из 40 местных жителей обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Было сообщено, что микрокальцит широко используется в промышленности и добавляется для производства более 90% оборудования и аппаратуры, строительных материалов и бытовых предметов, различной техники и химической продукции. В том числе производство пластиковых дверей и окон, труб различных диаметров, всех видов транспортной резины, декоративных строительных материалов. Поэтому эта продукция во всем мире пользуется большим спросом. А вновь созданное предприятие имеет возможность полностью удовлетворить потребности сферы промышленности Таджикистана в микрокальците в различных объемах, а также как импортозамещающая продукция конкурировать на рынках. Предприятие осуществляет деятельность в две смены, а в будущем будет налажен экспорт микрокальцита производства предприятия Коронкальцит. Местность, где расположено предприятие, богата запасами беломраморного камня. И в соответствии с проведенными анализами, местное сырье обладает высоким качеством и производительностью способствует производству микрокальцита, отвечающего международным стандартам. На базе запасов региона и производимой продукции нового предприятия ответственные лица на втором этапе намерены наладить производство конечной промышленной продукции. С установлением новых производственных линий за короткое время будут производиться лакокрасочные материалы, что будет способствовать полной переработке и производству конечной продукции богатых ресурсов Таджикистана. Главу государства проинформировали, что с осуществлением этой цели общее число работников предприятия за счет местных жителей будет доведено до 120 человек. Все они пройдут курсы переподготовки. Конечная продукция предприятия будет подвергнута анализам в современных лабораториях и в рамках мировых стандартов будет предлагаться покупателям. Предприятие создано в рамках указаний и поручений главы государства с целью использования и переработки богатых природных запасов Таджикистана издану в эксплуатацию в рамках мероприятия по достойному празднованию тратилетия государственной независимости Таджикистана. В ходе ознакомления глава государства, уважаемый Эмумали Рахмон, дал высокую оценку деятельности, а также поручил принять меры для налаживания экспорта продукции в другие государства, полного обеспечения потребностей сферы промышленности страны в микрокальците. После ознакомления с деятельностью предприятия «Корункальцит» президент страны дал поручение ответственным лицам в течение одного года построить и сдать в эксплуатацию два промышленно-производственных предприятия на 200 рабочих мест. Ну и далее в местечке Даштилуч Дарвазского района основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, заложил камень в строительство оросительного канала. При этом главе государства рассказали, что площадь Даштилуч охватывает свыше 500 гектаров и около 230 из них способны к орошению. Эта местность находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, а канал будет функционировать самотеком. В местечке Даштилуч Дарвазского района основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, заложил камень в строительство оросительного канала. Было сообщено, что площадь Даштилуч охватывает свыше 500 гектаров и около 230 гектаров способны к орошению. Эта местность находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, а канал будет функционировать самотеком. В ходе презентации главу государства проинформировали о том, что эта местность будет орошаться из речки Хоста-Рог, а протяженность строящегося канала составляет 17,5 километров. В соответствии с проектом, канал в основном будет проходить через труднодоступные регионы и предгоре, а с его созданием будет возможно орошение еще 315 гектаров земли в Дарвазском районе. По информации специалистов, на этой основе 247 гектаров поливных земель, 68 гектаров садов будут обеспечены водой, а также 17 гектаров приусадебных участков будут орошены. В результате осуществления этого проекта 105 гектаров бездействующих земель также будут введены в сельскохозяйственный оборот. На основе проекта поливная вода будет доведена до усиления дошти луч, что, несомненно, будет способствовать эффективному использованию земли на приусадебных участках, а растительный объект будет создан с использованием качественных материалов и современных технологий и будет состоять из водоснабжающей головной части селепропускного объекта, подземных труб, распределительных ворот и оборудования для снижения напряжения воды. Было сообщено, что почва и климат региона благоприятны для развития сферы сельского хозяйства, выращивания зерновых, овощеводства и садоводства. И после реализации этого проекта в Дарварском районе расширятся возможности для увеличения производства сельскохозяйственной продукции, особенно в направлении увеличения объема производства фруктов. Следует отметить, что с использованием природных возможностей региона на территории местечка Дождь и Луч уже создан новым садом методом капельного орошения. Часть саженцев находится в состоянии вегетации, а часть других деревьев в саду плодоносит. Строительство этого канала началось в рамках указаний и поручений главы государства, уважаемого Эмумали Рахмона, для ввода в сельскохозяйственный оборот бездействующих земель, что будет способствовать осуществлению цели международного десятилетия действий вода для устойчивого развития 2018-2028 годы. А Республика Таджикистан является инициатором этого начинания. В ходе ознакомления глава государства обязала ответственных лиц придавать первостепенное значение строительным работам и своевременно с соблюдением международных норм осуществить проект. В рамках рабочей поездки в Дарвазский район основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, посетил войсковую часть сухопутных войск, где лидер нации ознакомился с условиями военной службы. В рамках рабочей поездки в Дарвазский район основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, посетил войсковую часть сухопутных войск, где ознакомился с условиями военной службы. В ходе ознакомления глава государства, уважаемый Эмумали Рахмон, провел искреннюю беседу с солдатами войсковой части и поинтересовался ходом и возможностями воинской службы. Было подчеркнуто, что исполнение воинской службы является священным долгом каждого молодого человека и он должен быть выполнен с использованием предоставленных возможностей. Военнослужащие, в свою очередь, выразили благодарность президенту страны за постоянную заботу об условиях и возможностях в войсковых частях обновления и оснащения воинских подразделений. Задачей этой войсковой части является обеспечение безопасности на государственной границе между Таджикистаном и Афганистаном в Дарвазском районе. В ходе ознакомления с другими возможностями войсковой части было проинформировано, что за последние три года за счет бюджетных средств в рамках войсковой части был сдан в эксплуатацию ряд зданий и сооружений оборонного значения. В частности, здание штаба войсковой части и просторное общежитие состоит из двух этажей и возведено на площади 800 квадратных метров. Кроме того, в войсковой части возведены контрольно-пропускной пункт, столовая и караульный городок, стоянка военной и бронетехники, учебное здание, оснащенное учебными классами, спортивный комплекс, состоящий из футбольной и волейбольной площадок, места для закаливания, летние классы, солдатская баня, склад для хранения продуктов питания, вещевого имущества, медицинский пункт, офицерское общежитие, специальное помещение для стирки и сушки одежды и обуви, другие бытовые точки для повседневной службы офицеров и солдат. Все рабочие кабинеты офицеров, учебные классы, солдат общежития и другие места для отдыха в здании оснащены столами, стульями, другими необходимыми принадлежностями. Прилегающая территория укреплена окрашенными заборами. Кроме того, внутри войсковой части также создан уголок отдыха, украшенный национальной росписью, фонтаном, стендом памяти великих таджицких сыновей, погибших в годы Второй мировой войны, другими историческими картинами. Здание столовой войсковой части реконструировано и оснащено с учетом всех требований. В частности, в новой столовой установлено современное оборудование для подготовки продуктов питания военнослужащих. Столовая обеспечена столами и стульями. Здесь готовится горячая и калорийная пища и предоставляется солдатам три раза в день. В ходе ознакомления верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, уважаемый Эмумали Рахмон, поручил личному составу и ответственным лицам уделять первостепенное внимание качеству питания солдат и продуктивности приготовленной пищи. Современное обеспечение солдат калорийной пищи является одним из основных требований в войсковых частях. Продовольствие в этой войсковой части обеспечивается за счет подсобных хозяйств Министерства обороны. Глава государства, уважаемый Эмумали Рахман, поручил в будущем эффективно использовать возможности этой местности для разведения домашних животных, проведения сева культур и обеспечения других войсковых частей продовольствием. Офицеры и солдаты войсковой части сухопутных войск вооруженных сил имеют достаточную боевую готовность. Личный состав оснащен бронированной и военно-транспортной техникой, современными специальными машинами, другим вооружением и боеприпасами. Необходимо отметить, что в рамках завершения строительных работ при поддержке Верховного главнокомандующего вооруженными силами президента Республики Таджикистан уважаемого Эмумали Рахмона в течение этих лет на территории всех гарнизонов страны были модернизированы и многие войсковые части был отремонтирован ряд важных объектов, имеющих оборонное значение. После ознакомления с условиями службы и быта, обучения и отдыха личного состава этой войсковой части президент Республики Таджикистан уважаемый Эмумали Рахмон выступил перед личным составом и поздравил с 29-й годовщиной государственной независимости. Было подчеркнуто, что вооруженные силы страны являются детищем периода независимости страны и ежегодно с принятием своевременных мер условия в войсковых частях соответствуют требованиям времени. Наряду с этим укрепление материально-технической базы подразделений национальной армии находится под пристальным вниманием и постоянным контролем правительства Республики Таджикистан. Достижения, реализованные до сегодняшнего дня, являются результатом такой заботы. После выступления президента страны Эмумали Рахмона состоялся военный парад. Также в рамках рабочей поездки в Дарвазский район Горно-Бадахшанской автономной области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, снятием покрывала символической доски в торжественной обстановке, открыл новое здание районного суда. в рамках работ по благоустановки и национального области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, снятием покрывала символической доски в торжественной обстановке, открыл новое здание районного суда. В ходе ознакомления с условиями работы нового объекта, лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон, был проинформирован, что здание суда Дарвазского района было возведено в центре района в рамках работ по благоустройству и созиданию с целью достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Строительные работы в новом здании, состоящем из двух этажей, начались в мае 2019 года и сегодня оно сдано в эксплуатацию с участием главы государства. Строители в течение короткого периода времени построили объект с современным дизайном и на высоком качественном уровне. В здании суда созданы благоприятные условия для работников. Здание имеет два просторных зала. Работники районного суда смогут эффективно использовать новые условия и возможности для проведения заседаний и встреч. В нововозведенном здании суда Дарвасского района создана библиотека с 300 экземпляром юридической, художественной литературы и электронной библиотекой с 10 тысячами экземпляров книг. Эта инициатива осуществлена в рамках указаний и поручений лидера нации уважаемого Эмамали Рахмона о создании библиотек при учреждениях и предприятиях. Работники суда Дарвасского района имеют возможность в свободное время пользоваться отраслевой и художественной литературой, совершенствовать свои профессиональные знания. Глава государства уважаемый Эмамали Рахмон назвал открытие нового здания суда в Дарвасском районе в преддверии 29-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан достойным подарком для работников сферы и напосыл их на эффективную и добросовестную деятельность в интересах народа, родины и обеспечения правосудия. Ну и далее продолжая свою рабочую поездку в Дарвасский район основатель мира и национального единства лидер нации президент Республики Таджикистан уважаемый Эмамали Рахмон встретился с ребятами это 55 круглых сирот и дети с ограниченными возможностями воспитанники учебных заведений Дарвасского, Ванчского и Рушанского районов Горно-Бадахшанской автономной области каждому президент подарил ценный подарок. В продолжение своей рабочей поездки в Дарвасский район основатель мира и национального единства лидер нации президент Республики Таджикистан уважаемый Эмамали Рахмон встретился с 55 детьми круглыми сиротами и инвалидами воспитанниками учебных заведений Дарвасского, Ванчского и Рушанского районов Горно-Бадахшанской автономной области и вручил им ценные подарки. Лидер нации уважаемый Эмамали Рахмон поздравил детей и подростков лишенных теплоты родительской любви с наступлением нового учебного года и пожелал им хорошей и отличной учебы. Глава государства уважаемый Эмамали Рахмон лично вручил каждому из них подарки включая денежную помощь и одежду. Также на радость детям-сиротам и инвалидам в этот день был накрыт праздничный стол. Лидер нации Эмамали Рахмон провел искреннюю беседу с детьми-сиротами и подчеркнул, что нуждающиеся слои населения находятся под постоянным вниманием и заботой руководства государства и правительства Республики Таджикистан. Правительство страны постоянно принимает меры по их обучению и трудоустройству. Никогда не позволит, чтобы они чувствовали себя одинокими и ненужными. Было подчеркнуто, что при поддержке лидера нации уважаемого Эмамали Рахмона в Национальном центре тестирования при президенте Республики Таджикистан установлены специальные льготы для детей-сирот и инвалидов. И они по квотам президента принимаются в высшие учебные заведения страны для продолжения учебы. В свою очередь учащиеся поблагодарили заботливого главу государства за временную поддержку и создание благоприятных условий для проживания и учебы. Пообещали эффективно использовать создание государством и правительством страны условий учиться на хорошо и отлично, в будущем стать образованными и знающими людьми, вносящими вклад в процветание и развитие Таджикистана. 19 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, в одном из красивейших мест Дарвазского района, сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха. 19 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, в одном из красивейших местечек Дарвазского района сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха. Современный парк культуры и отдыха создан один из все патриотически настроенными предпринимателями Дарвазского района в рамках подготовки к достойной встрече общенационального праздника 30-летия государственной независимости в знак поддержки созидательной политики главы государства. Было сообщено, что в соответствии с проектом этот красивый центр создан как детский парк для отдыха и изучения истории важных объектов человеческой цивилизации, а также для эстетического воспитания детей и молодежи. У входа в парк культуры и отдыха уважаемого лидера нации Эмамали Рахмона с большой теплотой встретили счастливые юноши, девушки и подростки района, тем самым выразив свою верность главе государства. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На территории парка созданы детские игровые площадки, аттракционы, поезд, копии исторических объектов, внесенных в перечень чудес света и другие развлекательные точки. На работы по благоустройству были привлечены отечественные специалисты, использованы качественные строительные материалы. При создании парка культуры и отдыха земли на этой территории использовались таким образом, чтобы отобразить неповторимую природу страны. Площадь на территории парка озеленена, а для придачи большей красоты здесь посажены вечно зеленые декоративные деревья, сезонные цветы и кустарники. В вечернее время парк особо привлекательно и красиво выглядит за счет цветных лап. Аллеи вокруг парка вымощены плитами, для отдыхающих установлены скамейки. Для прогулок и отдыха детей и подростков в парке имеются 10 видов аттракционов. Окрестности парка украшают большие и малые фонтаны, придающие дополнительную красоту этому центру. С созданием парка культуры и отдыха в Дарвадском районе для жителей и гостей появились благоприятные условия для отдыха, чему бесконечно рады дети и подростки. Ну и сразу после парка культуры и отдыха основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмма Мали Рахмон, в селении Умарак Дарвадского района заложил камень, фундамент строительства новой президентской школы. 19 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмма Мали Рахмон, в селении Умарак Дарвадского района заложил камень, фундамент строительства президентской школы. В ходе презентации проекта главу государства проинформировали, что здание президентской школы, которое будет самой крупной и красивой в Дарвадском районе, будет возведено на площади 2160 квадратных метров. Объект будет состоять из трех этажей. Рассчитан на 480 учеников в одну смену. В президентской школе Дарвазского района будут созданы все современные условия и возможности для обучения. Проект президентской школы в Дарвазском районе также охватывает здание общежития на 240 коек и современную столовую на 290 посадочных мест. Также для занятий учеников спортом рядом с учебным корпусом будет построена спортивная площадка. Учебное заведение строится местными предпринимателями в свете указаний и на путстве лидера нации уважаемого Эмамали Рахмона. Ей будет способствовать повышению и улучшению уровня и качества обучения и освоения знаний учениками. В период государственной независимости страны наряду с другими городами и районами республики в Дарвазском районе также сдан в эксплуатацию ряд образовательных учреждений. Не решаются проблемы сферы образования. Президент республики Таджикистан Эмамали Рахмон после заложения камня, фундамент и ознакомления с проектом строительства президентской школы в Дарвазском районе обязал ответственных лиц придавать серьезное значение качеству строительных работ и подчеркнул, что здание должно быть построено в современном стиле и в соответствии с международными стандартами, с тем, чтобы оно долго служило жителям Дарвазского района, учителям и школьникам. Вот такой плотный рабочий график главы государства в Дарвазском районе сразу после заложения камня в фундамент строительства новой президентской школы, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмо на пути к пансионату Чорчаман провел короткую и очень теплую беседу с группой граждан дружественного соседнего Афганистана. Лидера нации с прибытием в Дарвазский район и выразили большую благодарность за возможность встречи, не беседы. Глава государства, уважаемый Эмамали Рахмо, своими созидательными усилиями, инициативами, начинаниями и постановкой вопросов на благо человечества известен на мировой арене. И поэтому граждане соседней страны в ходе беседы обратились к президенту республики Таджикистан, как лидеру таджиков мира, с просьбой о содействии решению их проблем, таких как нехватка питьевой воды, электроэнергии, отсутствие связи автомобильных дорог и других. Следует отметить, что президент страны, уважаемый Эмамали Рахмо, в рамках успешной политики государства и многовекторных связей на реке Пянш между Таджикистаном и Афганистаном создал мосты дружбы. Со строительством этих мостов началось беспрепятственное передвижение населения двух стран. Были организованы приграничные рынки, которыми жители двух берегов эффективно пользуются для удовлетворения потребностей в товарах и продукции первой необходимости. В ходе теплой беседы глава государства, уважаемый Эмамали Рахмо, высказался о нынешнем уровне плодотворного сотрудничества дружественных Таджикистана и Афганистана, имеющих единую границу, язык и культуру, и подчеркнул, что все проблемы в направлении отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами непременно найдут свое решение. Граждане соседнего Афганистана выразили благодарность лидеру таджиков мира, уважаемому Эмамали Рахмону, за возможность встречи и добрые пожелания во имя установления мира в Афганистане, нахождения путей развития национальной экономики, дружественного соседнего государства и других гуманитарных начинаний. В рамках рабочей поездки в Дарвадский район президент страны, уважаемый Эмамали Рахмон, пансионате Чорчаман открыл новую современную гостиницу Чорчаман Хиллс, которая создана отечественными предпринимателями во имя благоустройства этого края нашей страны, а также привлечения туристов и образования новых рабочих мест. Трехэтажная гостиница состоит из 25 номеров. Отныне здесь постоянными рабочими местами будут обеспечены до 20 местных жителей. Все оборудование, мебель и другие принадлежности гостиницы обслуживания отвечают требованиям мировых стандартов. Гостиница Чорчаман Хиллс создана в одном из благодатных уголков пансионата с современным архитектурным дизайном. Главной целью строительства гостиницы является большее привлечение зарубежных туристов в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел. В гостинице Чорчаман Хиллс будут предлагаться широкие услуги, в том числе посещение гостями красивых туристических зон. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Мамали Рахмон, в продолжении своей рабочей поездки в селе Дуруба Дарвазского района сдал в эксплуатацию инновационный индустриально-технологический парк. В данном парке созданы две теплицы по последнему слову техники. Шесть новых производственных цехов, в том числе это цех по производству антисептических растворов, масок, одежды и защитных очков, цех по производству питьевой воды, цех по переработке и расфасовке меда и цех по производству картона. Так, из 100 работников, которые составляют местные жители, 70% сотрудников – это женщины-домохозяйки. Здесь, в первую очередь, лидеру нации, уважаемому Мамали Рахмону, были представлены современные инновационные теплицы, построенные с учетом опыта самых развитых стран в горных условиях. Инновационный индустриально-технологический парк в рамках конструктивных инициатив руководства государства и правительства страны по реализации четвертой общегосударственной цели индустриализации страны, внедрение новых методов выращивания цитрусовых и овощных культур на каменистых землях, импортозамещение, создание новых рабочих мест, привлечение партнеров по развитию, создание хороших условий труда и обслуживания. А обслуживание теплиц малотрудоемкое, но овощи высаживают в специальные удобрения. Другие виды обслуживания теплиц, включая поддержание стабильной температуры в помещении, капельное орошение, удобрение сельхозкультур и кормление с использованием новых автоматизированных технологий являются первыми в своем роде здесь, в Дарвасском районе. Здесь же президент страны дал полезные советы ученым и специалистам в области сельского хозяйства по эффективному использованию земель, повышению урожайности, увеличению ассортимента сельхозкультур. В первую очередь здесь по новому методу выращено 3600 рассад трех видов ранних овощей, включая томаты, огурцы, болгарский перец, которые сейчас хорошо здесь растут. Глава государства, уважаемый Эмма Мали Рахмон, привел в пример инициативу отечественного предпринимательства по строительству современных объектов, привлечению партнеров по развитию и изучению опыта друг друга в сельхозотрасли страны и дал конкретные поручения продолжать меры по дальнейшему улучшению жилищных условий в районе. И во второй половине дня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмма Мали Рахмон, встретился с активом и жителями Дарвасского района, о чем говорил президент, о чем главу государства спрашивали местные жители. Все подробности этой теплой встречи президента с жителями Дарвасского района в 20.30 в вечернем выпуске информационной программы Ахбор. Я благодарю вас за внимание, будьте здоровы и смотрите телевидение Таджикистан.